МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот брак, заключенный в 80-е годы, оставил много вопросов. На свадьбу собралось около 200 гостей, праздновали в ресторане на Арбате. Но невеста буквально сбежала с торжества, оставив жениха в недоумении. Она следующий день подала на развод. Их недолгий брак был своего рода новогодними каникулами и продлился с 1 по 10 января 1989 года. До свадьбы влюбленные встречались всего три месяца, а пожениться решили во время новогоднего застолья. Все праздники они не отходили друг от друга, веселились и целовались. Закончились праздники, прошла любовь и пара подала на развод. Даниил и Анна познакомились на первом курсе Гитиса и больше года были просто друзьями. Затем вспыхнули чувства, и на втором курсе артисты поженились, переехав жить в комнату в коммуналке. Анне мыло подъезды, а Даниил подрабатывал сторожем. Молодожены ссорились постоянно. Как-то раз, выясняя в очередной раз отношения, Анна разбила телевизор, а Даниил вылил на нее ведро холодной воды. После этого супруги разбежались и больше вместе не жили. Официально развод они оформили лишь пять лет спустя. Еще одна ошибка молодости, брак Макеева и Кислова. Они познакомились на съемках сериала в 2005 году, а спустя какое-то время у актеров начался бурный роман. После свадьбы влюбленные первое время пребывали в эйфории, которая длилась несколько месяцев, а затем началась проза жизни. Анастасия поняла, что с Петром ее не связывает ничего общего, а Петр благодаря этому браку сделал вывод о том, какой не должна быть семейная жизнь. В начале семейной жизни отношения были идеальными. Елена была прекрасной хозяйкой, готовила, убирала и во всем подчинялась мужу. Но Дмитрию это быстро наскучило и стало раздражать. Как-то раз он намекнул супруге, что, может, не стоит быть такой уж хорошей. Она прислушалась и перестала быть примерной женой. Начались ссоры и скандалы, а отношения ухудшались с каждым днем. Супруги то расходились, то сходились, и в итоге решили расстаться. Немецкий бизнесмен Олаф был первым официальным мужем актрисы, и, увы, большой ошибкой. У обоих супругов замужество оставило лишь неприятное воспоминание. Через месяц после свадьбы он стал пропадать, играл в казино, и, по словам Анастасии, в его отношении не осталось ничего от отношения мужа к жене. Она снималась в сериале «Барбиха», а Антон работал администратором на съемках. Начался служебный роман, и до свадьбы отношения длились целых четыре года. Они поженились, мечтали о ребенке, но в браке чувства быстро остыли, и супруги стали относиться друг к другу, как друзья. Для брака дружеских отношений мало, так что спустя полгода супруги расстались. Правда, вспоминая о бывшем мужа, Анна говорила, что больше таких мужчин, как Антон, к сожалению, пока не встречала. Пара познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами» и вскоре влюбленные объявили о свадьбе. Однако отношения в браке совсем не сложились, почти сразу Валерия поняла, что танцор Вадим – не мужчина ее мечты. От развода Валерию не удержал даже тот факт, что она ждала ребенка. Через полгода режиссер решила разорвать отношения с мужем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, тут будет очень интересно. Также заказывайте себе карту Т-банка, ссылка в описании. Пока-пока.